Вовремя. И первый докладчик у нас Данила Пучкин, лаборатория Касперска, и нам расскажет про мониторинг процессов в операционных системах. Да, все верно. Здравствуйте. Меня зовут Данила Пучкин. Я работаю в группе системных исследований Департамента перспективных технологий лаборатории Касперского. Также я обучаюсь в аспирантуре факультета ВМК МГУ. Мой доклад посвящен мониторингу потока управления процессов на основе графов потока вызовов. Доклад является продолжением вчерашнего доклада Игоря Сорокина о контроле работоспособности процессов. Сегодня мы поговорим о деталях реализации одного из подходов рассмотренного способа. В докладе ставится задача мониторинга потока управления, рассматриваются необходимые для этого математические модели и предлагаются соответствующие алгоритмы для них. Сразу отходя от определений из стандартов, которые есть на слайде, под исправностью исполнения процессов мы подразумеваем функционирование его же в соответствии с предъявленными ему требованиями. Нарушение потока управления процесса – это один из признаков нарушения его исправности. Таким образом, мониторинг потока управления может быть использован для контроля исправности процесса. За мониторинг потока управления будем понимать сравнение фактического потока управления процесса с некоторой эталонной моделью. При выявлении несоответствия исполняемого потока управления своему эталону данный поток управления считается нарушенным, а вместе с ним считается нарушена и исправность процесса. В докладе рассматривается подход к мониторингу потока управления в том объеме команд, информация об исполнении которых нам доступна от операционной системы. Такие команды мы будем называть целевыми командами или целевыми инструкциями. Тогда в качестве эталонной модели потока управления выступает некоторая модель, которая определяет последовательности целевых команд, которые могут быть исполнены процессом. Такую модель мы будем называть сигнатурой потока управления или в дальнейшем просто сигнатурой. Сигнатура потока управления может иметь разные формы. В докладе мы рассмотрим одну из форм такой сигнатуры. Доклад ограничивается случаем, когда контролируемый процесс является однопоточным, во время его исполнения не происходит системных прерываний, а его программа не содержит команд переходов, кроме вызова функций. Итак, основой сигнатуры потока управления является набор графов потока управления функций программы. Для генерации сигнатуры данные графы должны быть определенным образом преобразованы. Преобразование мы будем проводить на примере графа небольшой программы. На первом этапе построения в вершинах базовых блоков выделяются целевые команды и команды, определяющие поток управления. Такие команды мы будем называть управляющими командами или управляющими инструкциями. Примерами таких команд являются команды вызова функций, перехода, установки программных и исключений, создания потоков и так далее. На слайде зеленым мы выделили управляющие команды, а красным целевые. На следующем этапе из вершин базовых блоков исключаются все инструкции, не являющиеся целевыми или управляющими. Лучше, если в базовом блоке нет целевых или управляющих команд, из его вершины исключается вся информация о командах. После этого каждая вершина, содержащая более одной инструкции, заменяется на путь. В данном пути каждой вершине должна соответствовать ровно одна команда. Следовать вершины должны в порядке с соответствующим заменяемой вершинам. На слайде была преобразована ровно одна вершина таким образом. В результате преобразованный граф будет содержать в себе вершины или соответствующие одной целевой или управляющей инструкции, или не соответствующей ни одной. Вершины, не соответствующие ни одной команде, будем называть пустыми, а все остальные не пустыми. Вершины, соответствующие целевой или управляющей команде, будем называть целевой или управляющей вершиной. Соответственно, получающийся в результате граф называется графом потока вызовов. Это граф потока управления, в котором есть входная и выходная вершина, а каждый не пустой вершине соответствует одна целевая или управляющая команда. В соответствии с ограничениями доклада все управляющие вершины будут являться только вызовами функций. Далее для удобства будем называть графы потока вызовов просто графами функций. Для завершения построения сигнатуры необходимо провести так называемое связывание графа функций. То есть провести установку соответствия между вершинами вызова функций и графами этих функций. Ключевой проблемой при связывании являются косвенные вызовы или вызовы по указателю. Существуют различные способы решения этой проблемы с той или иной точностью. Например, мы используем так называемый анализ указателей. Далее предполагаем, что все вызовы функций однозначно разрешены. На слайде можно увидеть пример набора графов функций некоторой программы. Собственно, одной из форм сигнатуры и является такой набор графов, среди которых один соответствует функции, с которой начинается исполнение процесса. Ну, у нас понятно, мы будем считать main. Далее в докладе мы рассмотрим проблемы мониторинга потока управления для такой сигнатуры и приложим их решение. На слайде представлена сигнатура с выделенным графом, являющимся стартовым. И алгоритм сравнения фактического потока управления с некоторым эталоном подразумевает получение от операционной системы очередной исполненной целевой команды. Далее идет проверка соответствия этой команды в сигнатуре. Таким образом, перед проверкой очередной целевой команды необходимо получить множество допустимых целевых команд на данном этапе. Для осуществления поиска допустимых целевых команд предлагается совершать проход по сигнатуре, основанный на обходе графов потока вызовов. Проход по графу функции начинается с входной вершины и продолжается до встречи непустых вершин. Дальнейший алгоритм поиска зависит от типа вершин, на которых остановился обход. Собственно, здесь мы видим на слайде тривиальный проход от входной вершины main до вершины вызова функции a. При встрече вершины вызова требуется совершить проход по графу функции, которая будет вызываться. Перенос обхода в другой граф будем называть входом в граф функции. На слайде проиллюстрированы последовательные проходы и входы по графам функции a и b до входной вершины графа e. При обходе графов могут возникать разветвления. В силу того, что информация о фактическом потоке управления процесса доступна только в объеме целевых команд, проход по сигнатуре должен учитывать все разветвления потока управления. На слайде в графе e проход от входной вершины ведет к целевой вершине t3 и выходной вершине. При встрече целевой вершин ее дальнейшую обработку следует остановить. Соответствующая данной вершине целевая команда попадает в множество допустимых целевых команд процесса. При встрече же выходной вершины требуется перенести обход сигнатуры в вершину вызвавшую данный граф. После этого требуется продолжить обход исходного графа до встречи очередных непустых вершин. Такое действие мы будем называть выходом из графа функции. На слайде отражены возвраты из функций e и b в функцию a и дальнейший проход по графу функции a. Таким образом проход по сигнатуре подразумевает за собой перенос обходов в графы других функций и возврат обхода из них в исходную вершину. В силу этого для реализации алгоритма требуется некоторая структура данных, по которой будет возможно определять вершины возврата из функций по достижении выходных вершин графов во время обхода. Тривиальным вариантом для такой структуры может быть стек, соответствующий стеку вызовов функций. Основной проблемой подхода, связанной с стеками, является необходимость хранения такого стека для каждой ветки потока управления. На слайде справа внизу мы можем увидеть пример таких стеков для первого обхода. И на практике такой подход оказался неприменим в силу количества формируемых стеков. Помимо этого в процессе обхода может возникнуть вторая проблема, связанная с рекурсивными функциями. На слайде слева внизу приведен пример графа такой функции. Граф F после входной вершины имеет разветвление в целевую вершину и в вершину рекурсивного вызова. При обходе такого графа будет необходимо вновь начинать обход этого же графа, той же входной вершины, которая снова приведет нас в рекурсивный вызов F. То есть использование такого подхода без модификации, такой обход не завершится. Собственно для решения данных проблем предлагается использовать другую структуру данных, которая будет объединять в себе пути к целевым вершинам, которая будет отражать вершины для возврата из графа функций. Предлагаемую структуру данных мы называем графом путей потока управления или просто графом путей. Граф путей это орграф, каждая вершина которого соответствует единственной вершине сигнатуры потока управления. А ребра отражают связи по управлению между ними. Для сохранения связанности в графе мы вводим искусственную корневую вершину, которой при создании графа присоединяется стартовая вершина стартового графа функций. Собственно та вершина, с которой должен начаться обход. На слайде мы видим ту же самую сигнатуру, а также исходное состояние графа путей. Первым делом ведем операцию прохода по графу функций. Данная операция должна применяться к вершинам, от которых необходимо просто совершать проход по графу. То есть это для входных и для пустых вершин. Так как такая вершина не несет в себе информации о путях возврата, то есть выхода из графов, ее можно и нужно удалить из этого графа. В результате операция прохода заменяет эту вершину на другие, не пустые вершины, которые были получены в результате прохода по графу. Значит, следующей обрабатываемой вершиной будет вершина вызова функций. Здесь мы ведем операцию входа в граф. Данная операция должна применяться к вершинам вызова функций и заключается она в присоединении входной вершины вызываемой функций к вершине вызова функций. Естественно, вершина вызова функций не должна удаляться из графа, так как она будет в перспективе являться точкой возврата. Последовательными операциями прохода и входа граф путей у нас приобретет следующий вид. Обратите внимание, мы входим в функцию А, там же мы входим в функцию Б, там же мы входим в функцию Е. Далее после прохода от стартовой вершины графа Е мы встретим целевую и выходную вершины. Та ветвь потока управления, которая связана с целевой вершиной, далее обрабатываться не должна, а соответствующая целевая команда будет являться одной из допустимых для исполнения процесса. Операция же выхода из графа является комплексной. Интуитивно кажется, что достаточно просто перейти к вершине, являющейся предшественником выходной вершины, после чего совершить проход от нее. Пока что мы примем это за истину и попробуем достроить граф путей. Заметим, что сама выходная вершина не нужна в графе пути, так как она не задает пути возврата по стыку вызова. Также заметим, что следующей операцией после выхода из графа Е будет переход по графу функции Б от вершины Е. Однако эту вершину БЕ, она выделена салатовым, нельзя удалять из графа, так как она является частью пути к целевому вызову Т3. Таким образом, при совершении операции выхода из графа необходимо не проводить обход от самой вершины возврата, а проводить обработку ее последователей. Последователи будут присоединяться к вершине, являющейся предшественником текущей обрабатываемой вершины. То есть у нас здесь мы вместо того, чтобы удалять вершину Е графа Б из графа путей, мы заменим вершину выходную графа Е на последователей вершины Е, то есть на выходную вершину графа Б. Мы снова встретили выходную вершину и заметим, что теперь для возврата, что вершины одного графа потока вызовов могут быть последовательными в графе путей. У нас здесь это вершины вызова Е и выходная, вершина графа Б. Здесь начинают проявляться отличия графа путей от стеков вызовов. Оказывается, что при совершении операции выхода вершина возврата не обязательно является непосредственным предшественником обрабатываемой вершины. Таким образом, мы имеем два факта, которые мы должны учитывать для ведения операции выхода из графа. Выход из графа должен осуществляться в два шага. Первый шаг – это определение вершин возврата для текущей выходной вершины. Здесь мы видим слева это вершина Б функции А, выделена салатовым. А второй шаг – это присоединение к ним, то есть у нас это здесь к ней, последователей этой вершины. То есть это вершины С и Т1. На слайде, собственно, мы видим, как у нас к вершине Б графа добавляется целевая вершина Т1, обход которой заканчивается, и вызов функции ЦФ в графе А. Значит, далее мы в силу ограниченности времени пропустим последовательное применение данных операций. Вот, здесь ничего нового я не скажу. И мы посмотрим на то, какой получается конечный граф путей. Получившийся граф путей отражает четыре пути до целевых вершин, если внимательно посмотреть на этот граф. Ровно столько же, сколько было определено стеков вызовов, когда мы рассматривали концепцию обхода по сигнатуре. Теперь, далее, пусть у нас процесс исполнил целевую команду Т2. Эта инструкция есть среди допустимых для текущего состояния процесса. Собственно, у нас допустимые вершины Т1, Т2, Т3, целевые команды. В начале очередного шага нам следует редуцировать граф путей, чтобы не хранить лишние вершины, оставив в нем только допустимые и полезные вершины. Собственно, первым делом мы удалим из графа все вершины, кроме тех, которые являются подходящими нам целевыми вершинами, а также их редками на пути к корневой вершине. Собственно, здесь мы и видим такое преобразование. Однако, заметим здесь, что вершины вызова функций B и C графов А являются избыточными здесь. Потому что, в первую очередь, граф паутей должен отображать, куда мы должны возвращаться после обхода графа функций. Собственно, выходная вершина для вершины Т2 графа А это вызов функции А в графе main, но никак не вызов B в графе А или C в графе А. Ну, логично, мы находимся в функции А и должны вернуться вместо вызова этой функции. В связи с этим мы ведем вторую, еще одну операцию удаления вершин. Эта операция удаляет из графа все вершины, которые не несут в себе информации о возврате потока управления. Заметим, что в результате граф паутей редуцировался до стека вызовов. Собственно, это ожидаемый результат. Если бы мы работали с стеками вызовов, все остальные три стека мы бы отсеяли. И остался бы только этот. Сколько мне времени? Минута. Беда-беда, мы не успели совсем обсудить рекурсию, но давайте мы быстренько попытаемся, очень быстро. Рассмотрим далее, как с помощью введенных операций будет обрабатываться рекурсия. Совершая обход от целевой вершины Т2, мы выходим из графа А и попадаем в граф Ф. Далее, попадая в граф Ф, мы начинаем обрабатывать его входную вершину, после которой мы обрабатываем. Мы переходим к целевой вершине Т4 и вызову функции Ф. Далее, входя в граф Ф, уже из другого места, не из мейна, а из функции Ф, мы снова видим входную вершину. Далее, совершая от нее обход, мы видим те же самые вершины, которые уже есть в графе пути. Это вершина Т4 и Ф. Таким образом, в результате обхода новые вершины не добавятся, а добавятся только ребра. Тем самым, заметим, что стек рекурсивных вызовов свернулся в цикл графа путей. Таким же образом, будет происходить обработка косвенной рекурсии, однако там в графе путей появится цикл длины больше, чем 1. Таким образом, мы успели завершить второй проход сигнатуры. Значит, мы пропустим выход из рекурсии, там тоже ничего нового, результаты. Собственно, в результате работы была предложена структура данных и алгоритмы над ней, которые позволяют на каждом шаге мониторинга потока управления получать набор допустимых целевых инструкций для данного состояния потока управления. Полученная структура данных отражает все возможные стеки вызовов, которые может осуществить поток управления, включая рекурсивные вызовы. И полученная структура данных и алгоритмы могут быть использованы, и на самом деле уже были использованы для мониторинга процессов более общего вида, включая многопоточность, системные прерывания и переходы. К сожалению, мы не успели бы никак вместить это в доклад. Спасибо. Спасибо за доклад. Значит, вы рассказали, собственно, как работают обработчики, инструкции, как вы определяете, правильно ли поток управления выполняется. Значит, а, собственно, как вы отслеживаете инструкции сами? В целевой инструкции, значит, мы, по крайней мере, в рамках этого доклада исходим из того, что операционная система нам умеет это сообщать доверенным образом. Дальше, если мы окунемся в место, где мы эту технологию реализуем, это Касперский ОС, где мы доверяем IPC взаимодействию между доменами. В контексте Касперский ОС именно IPC вызовы являются целевыми вызовами. Но в докладе мы от этого абстрагировались. Спасибо. Какие-нибудь оценки по объему хранения вот этих структур и по сложности обхода граф делались для реальных программ? Да, делались. Мы не смогли вылезти за 2000 вершин и 4000 ребер в графе путей для реальной программы. Помимо этого, во время редукции графа бывает такое, что граф редуцируется буквально до стека. То есть было 2000, вершин стало 6. По времени, скажу только, что мы пока не успеваем за процессом. Мы его догоняем. Мы еще не занимались оптимизацией, мы занимаемся пока скелетом, то есть добавлением новых возможностей. В продолжение вопроса, размер программы реальной, если там в строчках кода, это специализированная программа под КОС? Вы имеете в виду программа монитор, да? Нет, вот ту, которую вы анализируете. А, это примерно, с учетом библиотек всех, что-то типа 300 объектных файлов. Скорее всего, узлографа имел отсюда, да? Нет, я так понимаю. Нет, программа. Мы анализируем, даже для самой элементарной HelloGuard, около 300 объектных файлов для построения модели. Вот, в самой модели получается, ну, что-то… Почему в объектных файлах меряется? Я понимаю, там объемы в байтах, в инструкциях, в строчках кода. Черт знает в чем, но не в объектных файлах. Мы вроде слышали, что Касперский ОС очень маленькая процентная система, и 300 объектных файлов для HelloWorld. А может быть, там настолько микросервисов, что каждая инструкция в отдельном объектном файле? Подождите, у нас в Lipsi сколько-то объектников, да, там уже наберется. У нас в Lipsi имеется в виду, это наши системы. Но я так понимаю, из Lipsi большая часть отбрасывается, потому что HelloWorld не нужно. Да-да-да, естественно, естественно, конечно. Вот эти вот, там, ты 2000-4 тысячи… Это вершин графа, да. …графа, они вот из какого набора исходников, получается, неизвестно. Ну вот, для того же HelloWorld вполне себе. Понятно. Вот, и что характерно, да, на самом деле добавление, ну, какого-то более боевого приложения, оно все равно не пересилит все то, что за собой тянет Lipsi и Lipsi. Понятно, но мы канализировали наихудшее потребление стека. У нас принт, который, там, делал больше всего, он перетягивал программу настолько, что все остальное… Именно так и есть. Он все за собой тянет. Время для последнего вопроса у нас осталось, пожалуйста. Значит, второй вопрос. У меня в конце уже не успевали и просто сказали, что поддерживаете, там, прерывания и, там, всякие вещи. Асинхронные, собственно, прерывания вы поддерживаете. Ведь прерывания будет синхронные и асинхронные. Да, да, системные вызовы и вот асинхронные прерывания. Они же вот в любой момент могут случиться и обработка перейдет, там, на некоторую функцию. Понятно, да, да. Мы это делать умеем. Единственное, что несколько слукавил я, сказав, что это делается именно на этой структуре данных. На самом деле это делается на совокупности графов путей. Ну, то есть, если у нас асинхронно может оборваться поток управления, ну, совета места просто не бывает, значит, где-то он возникнет, да. То есть, у нас есть граф путей, он остался здесь, и мы перенесли поток в другой граф путей. Идем там, пока его не закончим, пока не выйдем из этого системного опорирования, вернемся обратно. Можем ходить параллельно, потому что, ну, ясно, да, как это, если у нас есть ветвение по основному потоку управления, то оно может быть и между потоками управления. Вот, ну, эту часть мы поддержали, да. Поговорим докладчикам. Ну, вообще, разве что заметить стоит, что вот стоит в следующий раз скипнуть многословное описание каких-то детских логарифмов объединения графов, там, по шлину. Так, давай скипьем твои комментарии.